аудит сайта 3d визуализация интерьеров для моего клиента который прошел мой видеокурс магия jumla сайт сделан при помощи движка jumla с использованием конструктора страниц sp page builder здравствуйте андрей сегодня для вашего сайта которого сделали аудит от меня я понимаю что вы строили сайт по моему курсу то есть изначально он выглядит как лендинг все ваши менюшки они прокручивают до нужных блоков но есть вкладка блок который ведет на страницу блога я буду оценивать и делать какие-то поправки для вашего сайта с точки зрения продающие страницы лендинга то есть это всегда одна страница все мои рекомендации вы можете применять можете нет я бы хотел чтобы вы сделали эксперимент для вашего сайта если конечно у вас в планах давать рекламу в яндекс директ для вашего сайта то есть смотрите вот этот сайт я сразу забегаю вперед вы можете оставить как блок то есть я не считаю что это лендинг потому что у вас есть блог это можешь сказать блок но главную страницу вы как бы делали чтобы собирать заявки и похоже все похоже на то что это как бы лендинг я бы хотел чтобы вы сделали эксперимент этот сайт остается оставляйте как визитка как блок например даете на него рекламу это будет сайт а на этом же jumla сайте вы делаете внутреннюю страницу либо этот под домен ли будут другой домен неважно копируйте полностью сайт вот как он у вас есть только убираете блок и вносите на сайт b поправки на эту страницу как она у вас есть на главную по моей рекомендации нужно будет повесить специальный скрипт который будет трафик распределять ровно который будет приходить с контекстной рекламы яндекс директ и в течение там двух-трех месяцев естественно давать рекламу и произвести анализ какой сайт сайт а или сайт b больше будет конвертировать то есть больше приносить заявок если вы конечно хотите сделать такой эксперимент если вот этот сайт которую у вас уже есть вы будете довольны сколько приносит он вам заявок тогда конечно не нужно заморачиваться делать какие-то сайты еще дубликаты и так далее здесь уже вы сами решаете я лишь внесу какие-то поправки которые я вижу сам которые возможно принесут вам больше конверсию то есть больше заявок из интернета и давайте приступим к разбору вашего сайта сразу хочу сказать про цветовую гамму протона мне очень нравится как вы это сделали как вы использовали этот оранжевый он везде проглядывает какие-то серые тона сзади background картинка хорошо затемнена текст хорошо читается сразу приятный светлый дизайн мне это очень нравится в этом плане очень хорошо а теперь будем с вами смотреть именно что вы неправильно сделали что нужно обязательно делать чтобы больше ваш сайт конвертировал и начнем как обычно значит самого домена значит замочек есть ssl есть это хорошо из шапки сайта но сразу шапка сайта закреплена это хорошо она небольшая то есть всегда на виду логотип от нормальный логотип находится там где нужно тут его место левый верхний угол нету дескрипта краткое описание чтобы я сразу понимал где я нахожусь и я бы его разместил где смотрите у вас тут места нету но в 10 много места остается под логотипом вот вы логотип нарисовали прямо на логотипе сделать еще один логотип такой же напишите прям в логотипе мелким буквам мелкими буквами в такого же цвета как вот эти вот серые буквы напишите вот здесь вот кратко о чем ваш сайт чтобы я простой человек заходя на ваш сайт сразу понимал где я нахожусь только не надо писать 3d визуализация если есть возможность как-то простыми словами написать где человек находится про заголовок у т.п. сейчас мы с вами поговорим про этот заголовок дальше вот эти вот менюшки они принципе идеально работают то есть прокручивает сразу нету эффекта прокрутки лишнее время только это занимает это уже не нужно сразу я попадаю там где там куда нужно это нормально все единственно этот блок да ну я бы отсюда вообще его убрал то есть если это лендинг что здесь еще в шапке не хватает вот здесь вот правый верхний угол нету телефона это вообще обязательно причем надо купить телефон 8 800 если вы по россии этот звонок бесплатный сразу в 10 вешаете 8 800 и там дальше цифра вашего номера и ниже надо написать звонок бесплатный как только вы это сделаете конверсия вашего сайта сразу увеличится здесь телефона нет это обязательно нужно было сделать никаких социальных кнопок ничего лишнего в шапке нет все хорошо здесь про шапку вроде бы все сказал давайте движемся дальше самое главное давайте у т.п. уникальное предложение ваша вашим клиентам вот смотрите на кого вы рассчитываете в интернете на людей которые уже примерно представляет что такое 3d визуализация и ищут информацию и сразу понимают прочитав вот этот заголовок где они находятся или же вы все-таки хотите охватить максимальное количество людей которым нужна такая услуга но они возможно не знают терминов я сейчас вам говорю вот как абсолютно человек клиент ища информацию вот услугу такого рода которую вы выполняете и я вчера смотрел ваш сайт то есть прежде чем я начал сейчас вам записывать аудит я конечно же ознакомился полностью с главной страницы вашего сайта и сразу вам хочу сказать что я понял где я нахожусь о чем ваш сайт и чем вы занимаетесь только когда я прочитал ниже информацию у вас посмотрел портфолио и почитал вот дальше прочитал вот здесь вот мы сейчас до этих до блоков дойдем только прочитав это я понял где нахожусь 6 секунд я нахожусь на сайте ища информацию вот если я действительно искал я не знаю закрыл бы я этот сайт как скоро и не совершил бы целевого действия то есть вам нужно понять на какую аудиторию вы рассчитываете то есть на самом деле здесь очень сложно я хочу вас спросить можно ли как-то заменить термины экстерьеров да и визуализация звучит вроде круто 3d визуализация но мне абсолютно ни о чем не говорит я не знаю что это такое я это понял только прочитав ниже информацию вот здесь нужно понять возможно здесь стоит попробовать использовать у т.п. по технологии 4ю я надеюсь вы смотрели моё видео где я подробно по всем этапам разжевал какой должен быть продающий лендинг печь если вы еще не смотрели или не видели мои рекомендации я опять же в этом видео вот здесь сейчас будет выноска прицеплю ссылку на мой урок в ютюбе посмотрите пожалуйста там часовой ролик но он полностью расписан по всем нюансам как что должно быть на сайте если вы хотите чтобы ваш сайт продавал соответственно про вот эти заголовки обо всем об этом я говорил смотрите может быть стоит попробовать здесь заменить весь ваш утп на заголовок 4ю где будет проглядывать как скоро вы сделаете вашу работу насколько это дешевле чем там у конкурентов выгоднее за какой промежуток времени в это сделаете и за счет какого уникального инструмента то есть если вам сейчас непонятно чем я говорю посмотрите мое видео я там разжевываю что такое 4ю или же здесь все таки как-то пересмотреть проверить бабушка тест как я уже говорил или семилетнему ребенку чтобы вот он понимал вот этот заголовок потому что я сразу не въехал о чем здесь речь потому что я не знал до этого то есть я вообще знаю что это такое но я не знал что это вот именно так называется то есть вот заголовка не знаю стоит ли здесь продумать проработать его опять же надо смотреть дать рекламу на этот сайт в интернете если заявки здесь будут идти и вас это будет устраивать то возможно менять ничего не нужно дальше смотреть вот это я понимаю что подзаголовок то есть 3d визуализация для ваших проектов то есть абсолютно водянистый подзаголовок зачем вообще нужен подзаголовок смотрите если заголовок например это краткая информация что возможно она не вся раскрыта то под заголовком обычно расшифровывают то что написано у вас здесь а здесь у вас по сути написано то же самое то есть он водянистый абсолютно бессмысленно здесь пускай будет несколько строк несколько предложений здесь надо более простым может быть языком расшифровать вот этот ваш заголовок у т.п. если вы используете этот подзаголовок здесь прям простыми словами кратко что вы делаете да вот и касаясь вот этого у т.п. то есть как он звучит 3d визуализация интерьеров и экстерьеров вот я просто не знаю не смотрел конкурентов ваших вот как много конкурентов ваших используют похожие заголовки не думаете ли вы что здесь бы надо отличиться от всех как то то есть заголовок должен так выглядеть чтобы он соблазнял человека понимаете то есть нужно и вот так вот написать чтобы он вызывал повышенный интерес и чтобы он выделялся на фоне ваших конкурентов то есть вот не буду сейчас долго углубляться по поводу заголовка потому что у меня видео подробно уже есть об этом давайте сразу движемся с вами дальше вот мл абсолютно здесь не нужен зачем вы здесь написали даже если вы здесь его написали здесь межбуквы на расстоянии не надо такой же использовать как и здесь и если здесь все-таки в мл повесили но он абсолютно бессмысленный он должен быть кликабельный я на него кликнул например если я заждусь телефона я должен сюда кликнуть и попасть сразу в мессенджер где я смогу вам сразу написать да даже здесь я смогу кликнуть и у меня откроется другая страница где я могу сразу вам написать где ваш email уже подставляется в поле поле кому вы напишите по поводу кликабельности вот телефон я еще вам говорил в правом верхнем углу он должен должен быть кликабельным не написанным просто текстом если вы здесь все-таки телефон разместить то есть вот здесь он не нужен никак отсюда в мл вообще убирайте место занимает убирайте формы поднимайте выше теперь лид форма вот это вот форма к ней тоже есть некие претензии причем очень важный момент здесь есть давай сначала по полям пройдем вот видите ваш email все нормально почему ваши имита вот здесь надо человека вести как я уже говорил многие на этом поле люди могут тупить если в визору вы посмотрите но не значит что у вас тоже может быть просто аналитику же люди проводят и здесь надо тоже писать введите ваше имя вроде мелочь подумайте что придираюсь но наш сайт состоит из мелочей и если мы будем соблюдать каждую мелочь каждую деталь с точки зрения дизайна с точки зрения шрифтов расположение блоков до цветовой палитры и с точки зрения интернет-маркетинга продающие страницы да если мы будем соблюдать потому что каждый элемент каждое слово у нас на сайте на вес золота здесь нужно все абсолютно учитывать значит вместо вашими введите ваше имя ваше сообщение введите ваше сообщение стоит согласие на обработку персональных данных чекбокс это хорошо соблюдаем закон дальше это буквально по форме я пробежался больше тут принципе претензий нет по кнопке отправить еще вот вы здесь пишите оставьте заявку или позвоните здесь прям также на кнопке напишите оставить заявку дальше смотрите call to action призыв к действию вот будем считать что это call to action до оставьте заявку или позвоните и я свяжусь с вами в самое ближайшее время ну хорошо я прочитал ваш call to action хорошо я позвоню вам ну не знаю мне не горит пока может быть завтра через неделю там посмотрим как по деньгам может быть через месяц а потом я ваш сайт потерял ссылку на вас понимаете к чему я клоню call to action нужно прописать продумать вот так чтобы у человека не было шансов не дать ему такой возможности позвонить завтра или через неделю или еще позже в call to action призыв к действию вы должны написать так чтобы он оставил заявку сегодня сейчас то есть это может быть заманчивая какой-то call to action акция но акция должна быть привязана к времени да только сегодня там акция может быть даже не знаю говорят уже не работает таймер вешать когда обратный отчет у нас идет на сайте уже вроде как это не не особо работает но в виде текста здесь обязательно вот прямо обязательно нужно прописать продумать call to action так чтобы я понимал что завтра такого сладкого предложения от вас я не получу и каждый человек который заходит на ваш сайт он читает и думает о том что временными рамками он ограничен то что если он не сделать это сейчас он не получит бонус он не получит скидку он не получит какие какие-то привилегии связаны которым предоставляете в рамках ограничения и то есть от маркетинговый ход который позволяет пускай не всех но большинство людей на это ведутся и заявка будет сегодня конечно бесспорно я думаю вы даже со мной спорить не будете вы чтобы человек зайти на ваш сайт он возможно и хочет купить но он может отложить вдоль в долгий ящик вы хотите чтобы он сегодня к вам обратился или через месяц подумайте об этом соответственно здесь нужно прорабатывать call to action с первым экраном мы в принципе все мы с вами движемся далее здесь замечаний больше по первому крану нет вижу даже параллакс небольшой вы используете это тоже все симпатично дальше смотрите вот поэтому блоку но не вторым блоком его никак я предполагаю что здесь второй блок да еще про первый кран я забыл сказать вот вам в пример сайт пускай не другую тематику как устроен первый экран bullet и несколько таких вот боксов с кратким каким-то преимуществами вашими привилегиями по вашей теме тоже полезно прям в первый блок впихнуть в самый низ можно типа вот такого варианта так возвращаясь ко второму ко второму блоку смотрите вот эта информация давай сначала я поговорю про этот текст то есть это никак не второй блок второй блок это всегда почему вы причины чем вы отличаете чем вы лучше и так далее от конкурентов чем вы лучше вот все ваши основные преимущества обычно расписывают если вы это оставляете вторым блоком много текста получается вы как-то разбейте по абзацам просто пробел сделайте после точки несколько в три абзаца например это разве разбейте не было чтобы сплошняком таким текст вот из дизайна вот этот блок он у вас как-то выбивается по поводу фото фотографии ваших тоже придеруть если касаемо дизайна она у вас маленькой смотрите вот вы выровняли текст увидели какой высоты а значит картинку круглую делайте такой же высоты вот вровень этого столбца вашего текста круглую соответственно большего размера и придерусь к самой фотографии да вы скрыты здесь как бы вот под очками надо максимально быть открытым неудачной фотографии я считаю а значит без очков улыбаетесь в кадре к остальному претензий нет то есть там вы в черной рубашке на голубом фоне здесь как бы уже на ваше усмотрение но без очков это же не социальная сеть вконтакте где вы можете себе позволить ваш профиль аватарку поставить в очках я этого абсолютно не люблю многие люди этого не любят даже когда вы на аватарке это ставите закрыто лицо ваш старый друг вас ищет и не узнал вас потому что вы в очках да всегда крупное лицо открыто тем более на продающем лендинге здесь обязательно улыбающийся лицо без очков доброжелательный взгляд и так далее многие конечно могут мечет критиковать что я придираюсь но на самом деле я считаю что это очень важно и этот блок где-то может быть ниже разместить информацию о вас возможно вот это разбить абзацами как-то более красиво там с какими-то а прямоугольниками в рамочках с иконочками может быть как-то разбить избегайте больших текстов чтобы вот сплошняком такого не было это сразу как-то выбивается вот из дизайна после первого экрана вот сразу меня смущает здесь что-то не так соответственно смотрите второй блок почему мы и третьим блоком не портфолио никак а третьим блоком ну наверно сложный блок потому что нужно собрать информацию с ваших клиентов ни в коем случае не обманывать нужно собрать кейсы и прямо так описать в заголовках кейсы наших клиентов то есть это те клиенты которые уже давно получили довольны результатом то есть как он выглядит я уже об этом говорил фотография клиента информация о нем там например меня зовут андрей там 55 лет отец двоих детей расскажет он например о своей проблеме как он мучился возможно натыкался на каких-то недобросовестных людей предлагающий похожую услугу как у вас был разочарован там потерял деньги но это я сейчас к примеру говорю какие человек столкнулся возможно с какой-то проблемы до того как он нашел ваше решение да и потом как он доволен и и фотографии готовых результатов его вот как был и как стала например если это возможно сделать да и соответственно он в социальных сетях этот человек возможно его рабочий телефон если он вам его даст то есть что это такое это максимальное доверие доверие для новых потенциальных клиентов из интернета таких вот например три кейса там три не знаю пять шесть кейсов таких вот разных людей ваших клиентов с разными вот этими визуализациями где он увидит вот этот результат уже то что вы сделали для него соответственно вот эти кейсы это либо второй либо третий экран соответственно портфолио это все хорошо это здесь в вашей теме это очень важно это нормально здесь я ничего вам не скажу лишнего здесь все нормально портфолио есть хорошо но этот блок ниже куда-то ниже второй третий экраном сказал что должно быть соответственно портфолио мы пропускаем здесь все нормально у вас преимущество 3d визуализации блок но здесь я не знаю что можно здесь сказать как бы особо претензий к этому блоку я не вижу здесь как мы работаем или шаги здесь я прочитал вы указываете что на каком этапе деньги человек тратит в начале предоплаты в конце это хорошо здесь вы все правильно сделали единственно здесь есть маленький момент то что вы здесь сопроводили картинками это вообще круто на каком этапе как это примерно выглядит единственное чтобы я хотел попросил вас добавить вот смотрите знакомство с проектом один вот это же получается картинка это один а вот в эту картинку прям в кругляшке если где вы готовили это изображение на фотошопе или в каком-то редакторе прям в кругляшке крупно один поставьте потом здесь на второй картинке то есть шаг-2 шаг-3 вот на этой картинке шаг-4 это будет вот сразу прям понятно максимально понятно что вы подумаете так все понятно зачем это делать но я вот вам как абсолютно сторонний человек сейчас может сказать клиент говорю как это сделать потому что вот мне напрашивается вот в эти картинки вставить вот такие цифры вот здесь это мелочь казалось бы но я бы все это допилил здесь больше по шагам вроде все нормально я прочитал этапы мне понятны как абсолютно стороннему человеку не знающий и никогда не заказывающий такие услуги про 3d визуализации и мне уже интересно действительно я читаю смотрю мне интересно как вы это все будете делать единственное что здесь мне не хватает смотрите у вас по идее такая тема что а визуально напрашивается что-то красивое какой-то готовый результат то есть портфолио мне кажется это недостаточно чтобы я предложил вам сделать еще и возможно это можно было бы сделать после блока кейсы ваших довольных клиентов надо сделать видео трейлер короткое видео трех минут то есть как это может примерно выглядеть смотрите вы снимаете видео с экрана как в этом вы же на компьютере как-то на программе там 3d max или где вы делаете вот эти вот визуализации нужно заснять ну вот вы делаете этот визуализации конечно компьютер потяните не знаю как технически потому что программная прожорливая который делать такие визуализации но надо снять не телефоном со стороны этот монитор как вы это делаете да а снять именно с экрана вот как я сейчас снимаю аудит сайта чтоб прям вот была качественная картинка снять именно весь процесс как вы это делаете это наверное много время займет но снимайте частично а потом собрать трех минут на видео короткое знаете какие-то фрагменты интересные на каждом этапе то есть когда вы отрисовываете когда делаете в серых тонах картинку когда вы накладываете там графику как вы делаете пост обработку все это с наложением какой-то динамичной музыки до возможно текстовых каких-то вставок и где-то кадры будут ускорены но не так сильно что было видно процесс как вы это делаете в общем вот как делают трейлеры до видео трейлеры такие вот лучшие моменты из фильма вставляют когда делал трейлер к фильму посмотрите как они это делают с какой-то динамичной музыка сделать такое видео понятное дело что это ну достаточно сложно сделать да потом скомпоновать это все возможно придется кому-то вам заказать такое видео чтобы вам сделали такой трейлер заливается в youtube и прям на сайт вставляется это будет очень классно работать в вашем случае обязательно рассмотрите этот вариант чтобы это видео у вас здесь было потом я не знаю возможно ли это сделать именно в вашем варианте предложение ваши услуги картинка до и после если конечно это здесь такое вообще уместно я просто не совсем до конца понимаю то есть как было до помещение там выглядел я не знаю и как после стала после вашей визуализации вот это вообще максимально будет крутая штука если здесь это конечно уместно блок какие материалы нужны для работы вы смотрите я здесь смотрю что все-таки на и на много текста здесь вот читать мне не хочется вот реально и представьте другому любому человеку вот сразу первого я просто отталкиваюсь от своих чувств вот первый раз я на сайте смотрю мне читать не хочется реально либо здесь как-то сократить либо разбавить уже не иконками здесь а картиночками побольше картиночки разбавить чтобы мне захотелось это прочитать возможно я здесь не прав но вот мне этот блок не нравится дальше по отзыву ну-ка эти отзывы они не работают скорее всего про отзывы я уже говорил в других своих видео и видео где я все разживал о том как должен выглядеть продающий landing page на своем примере как должен быть отзыв во первых вы должны попросить клиента чтобы он записал видео отзывы сейчас вы видите сайт мой и как я своих клиентов попросил записать этот отзыв видео и попросил какие-то данные то есть действительно николай вот вы видите в его фотографии мы 55 лет живет в пятигорске он певец ссылка на его сайт который я сделал его рабочий реальный телефон где он в социальных сетях и видеоотзыв и причем я была так сказать инструкция о том как этот видео записать человек должен находиться рядом с компьютером с открытым сайтом это и проглядывается здесь на скриншоте с тем сайтом который я сделал он его пролистывает я тут небольшой видеомонтаж потом с этим роликом сделал то есть анимационный этот сайт показался на весь экран то же самое в другом моем отзыве и ожидаются еще несколько отзывов их всего два жду от клиентов они мне предоставят потом на сайте здесь размещу примерно такая информация должна быть зачем делать такие отзывы именно такие отзывы работают сейчас ни в коем случае не заказывайте фейковые отзывы это все проглядывается просматривается вас рано или поздно разоблачат и так далее обязательно проработать вот такие отзывы такие отзывы вам принесут больше конверсии для сайта дальше смотрите самый низ лид форма абсолютно дублирующая вот эту форму наверху я бы предложил вам поставить такую лид форму если вы такой можете себе позволить закажите сейчас и получите 10 процентную скидку то есть сделайте лид форму то есть она по дизайну вас такая же пускай будет но немножко изменить текст и предложите что-то еще потому что человек читает 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 он с каждым блоком должен понимаете как бы погружаться и быть более заинтригованным с каждым блоком читать читать и с каждым блоком он в большей готовности купить у вас что-то до услугу и так далее вот он читает читает вы должны его заряжать заряжать он уже весь вот эти вот эмоции первые когда человек сейчас потратить деньги нельзя упустить вот этот вот момент чтобы он как-то остыл да или как-то отвлекся куда-то вот он читает 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 и потом у вас идет сразу лид форма от которого уже не может отказаться потому что вы здесь предоставляете какую-то скидку то есть здесь проработать надо ли форму подумать что вы можете дать предложить не будет ли это накладно вам предложить какую-то скидку то есть обязательно здесь акция да потом для горячего трафика тот трафик то есть который готов купить сейчас он пошел в интернет искать эту услугу кто ее сделает и он уже в принципе готов сегодня купить если он найдет хорошее предложение если вы располагаете какой-то акции где-то наверху в шапке информацию надо дать об этом что у вас действует какая-то акция потому что на акцию очень хорошо идут продажи горячего трафика дальше смотрите здесь внизу в про подвал тоже есть что сказать если вы размещаете телефон обязательно кликабельно делаем но что это такое вот за текст нельзя кликнуть как бы это вообще ни о чем это не 2000 года уже пора уже дел такие телефоны и mail тоже не кликабельные обязательно делать его кликабельным здесь можно у вас пустое место осталось сделать всплывающую кнопку заказать звонок там или что-то такое если вы частный там предприниматель о н н н н все вот эти данные лучше здесь размещать внизу это тоже фактор доверия это всю информацию надо внизу располагать про главную страницу мы с вами прошлись надеюсь информация была доступна и понятно теперь что касается мобильной версии я уже тоже смотрел здесь вы не то ли не додела не доработали смотрите у вас под шапкой скрывается текст межбуквенное расстояние проработать надо текст крупнее ну видите да тут полная каша с текстом заголовком надо проработать это ну соответственно если это у нас вы все-таки делаете лендинг меню здесь вообще убираем наверное она тут и не нужно абсолютно пальцем на телефоне удобно прокручивать я считаю шапка сайта логотип крупно все телефон здесь тоже в шапке кликабельный две кнопки мессенджера на мобилке надо повесить white sap и вайбер чтобы пальцем можно было нажать и сразу меня отправила в мессенджер например what's up где я могу вам написать или сразу позвонить это очень крутая штука максимальная конверсия если такое на сайте будет шапки шапка статично отлично и это надо все здесь разместить то есть телефон и две вот эти кнопки соответственно здесь мобильная версия отличается от компьютерной максимально сокращаем мобильную версию благодаря этому увеличится скорость мобильной версии и оставляем только суть на сайте так как человек проводит на мобильном устройстве меньше времени он менее внимательный чем за компьютером я уже говорил ранее в уроках почему это а дальше лид форма здесь ну в принципе здесь все нормально в плане дизайна ничего никуда не уплывает соответственно called action проработайте если он здесь будет вас повторяться но тут все то же самое да я уже сказал какие блоки менять какие поменять местами какие убрать какие разбавить который изменить и информацию если получится здесь сократить до оставляем только суть на мобильной версии сайта остальное все посмотрел вроде все в мобилке здесь нормального сидит все смотрится нормально только вот сверху здесь проблема с текстом что-то здесь не так надо переделать его и чуть не забыл не помешает наверное здесь сам внизу лайф чат поставить от жива сайт это тоже хорошо работает да если человек видит что тут оператор онлайн чтобы он мог сразу задать вопрос вот здесь в левом нижнем углу обязательно поставьте лайф чат теперь последнее самое главное да одно из самых важных проверка через page speed inside google проверка скорости но показывает по-разному 1 показал мне для компьютера 80 сейчас 75 мобила меньше в принципе для для компьютерной версии показатели достаточно неплохие догнать бы до 90 ну и мобильную версию подтянуть я не знаю оптимизирую оптимизировали вы картинки или нет и включили ли вы плагин dsh optimize о котором я говорил в курсе они очень хорошо работают в связке с конструктором страниц spp builder вообще все конструкторы они славятся не очень хороший скорой загрузкой сайта это такая темная сторона медали всех конструкторов то есть вот эта простота всех конструкторов обратная сторона недостаток этих конструкторов это низкая скорость загрузки сайта но spp builder славится быстрой скорость быстрой скоростью загрузки сайта несмотря на то что он конструктор он грузится достаточно быстро и в связке с плагином dsh optimize если там все настроить картинки все оптимизировать сделать их сжать меньшего размера то скорость будет выше я не знаю может быть сейчас вот эти алгоритмы печь спит как-то меняется что-то там у них происходит но год назад у меня получалось сделать сто процентов на сайте сделанный сто процентов на компьютерной мобильной версии зелененьким светился реально сто процентов показывала сайт был на обычном хостинге jumla конструктор spp builder плагины держишь optimize и картинки были оптимизированы я действительно доходил до 100 процентов это было моем курсе магия jumla как это я все сделал в этом курсе информация есть в целом визуально ваш сайт он на компьютерной версии по крайней мере где хороший интернет он грузится достаточно быстро вот если мы сейчас с вами посмотрим и обновлю страницу то время показываете один одна секунда 10 миллисекунд то есть за одну секунду 10 миллисекунд сайт загрузился то есть это достаточно хороший результат сейчас показал вообще за 747 миллисекунд на этом аудит вашего сайта подошел концу надеюсь вам все было понятно надеюсь я принес с этим видео пользу как для вас так и для других моих всех зрителей я с вами не прощаюсь и увидимся в следующих видео пока пока а